Почти 3 миллиона долларов именно столько стоит самая дорогая настольная лампа. Ее сделали ювелиры Тиффани 108 лет назад из бронзы и стекла с мозаичным узором. И мне кажется, что такая лампа впишется в любой интерьер. Оль, ну в первую очередь лампа должна не вписываться в интерьер, она в первую очередь осветительный прибор. Ведь некачественное освещение может привести к снижению работоспособности, ухудшению зрения. С этим я согласна, но все-таки лампа должна выполнять декоративную функцию. Я предлагаю не спорить, а посмотреть сюжет Евгении Волковой, она специально в этом вопросе разбиралась. Да будет свет! Эта сакраментальная фраза особенно актуальна, когда ребенок или взрослый вечером садятся за письменный стол. А может, когда лежа в постели, мы хотим полистать любимый журнал или книгу. В общем, без настольной лампы не обходится ни один дом. Виды ламп, на которые подразделяются все лампы, это рабочие. Это, во-первых, то, что большая часть. И декоративная. Рабочие – это те лампы, которые нам нужны в повседневной жизни. И ребенку, потому что он каждый день занимается, делает уроки. И какому-то руководителю на стол. Ну и вообще, наверное, всем офисным работникам, офисным сотрудникам нужны рабочие лампы. Ее светлость, рабочая лампа, требует особого подхода. Во-первых, основание, на котором держится экземпляр, должно быть тяжелым, чтобы аксессуар не передвигался по столу. Еще лучше, если светильник будет крепиться к поверхности. Второй и очень важный аспект – это шарниры. У офисной модели их должно быть три, чтобы лампа выворачивалась в любом направлении. Должен быть обязательно абажур, чтобы глаза не слепило. Абажур должен быть или тканевый, или стеклянный. Тканевые должны быть обязательно таких неярких тонов, потому что это и отвлекает, и глаз устает. Если стекло, то ни в коем случае не прозрачное. Матовое будет как нельзя кстати. А самый лучший вариант – абажур зеленого цвета. Такая светоподача снимает напряжение с глаз. Он может быть сделан из любого материала, будь то хлопок, стекло или шелк. Еще важный параметр для современных рабочих ламп – это диммер. Диммер, то есть это глазки устали, мы прибавили освещение. Наоборот, много света убавили. Немаловажен и оттенок светового потока. Самый подходящий вариант – 2700 кельвинов. Теплый домашний свет. При выборе декоративной лампы нет никаких принципов и правил. Здесь важно только одно – светильник должен вписываться в интерьер. Классика – это и ширма, и хрусталь, и золото, и серебро. Если более такой современный интерьер, очень много ламп в виде шара, то есть просто шар или просто куб, или просто металл и стекло. В качественных классических лампах используются кристаллы Сваровски. Они играют на свету, и весь интерьер начинает особенно сиять. Не забываем о том, что размер декоративного светильника должен соответствовать параметрам мебели в помещении. Он не должен выглядеть громоздко или, наоборот, совсем миниатюрно на фоне всех остальных элементов. К выбору ночника в детскую комнату подходим особенно тщательно. Здесь одно и самое главное требование – безопасность. Лампа должна быть из очень качественных материалов, потому что если лампа при ноже включена практически целую ночь, то есть долгое время, когда нагревается материал, чтобы он не источал каких-то вредных запахов для ребенка. А вот электрическая составляющая должна быть безопасной в любом светильнике. Так что тщательнее выбирайте производителя и наслаждайтесь светом и уютом.